всем привет с вами опять дмитро и сегодня мы с вами будем проходить битву за йену 18 раундов нужно для того чтобы пойти эту миссию на 5 звезд и 39 до того чтобы просто и пойти и стоянцы еды изначально нам дают там 200 золота и 150 рабочей силы цели миссию в основном уничтожение генералов он как видите довольно приличная карта но нам нужно действовать в ограничном пространстве собственно гену занять где охраняет гиаук лист 4 звезды у него уничтожить гладью фердинанда 3 звездочную уничтожить блюхера но и сильнейшие генералов и наконец-то захватить берлин где шернхорст сидит у нас в начале затуманенного генерала нея ничего сейчас сделать не сможем потому что его окружили и подавили полностью линейная пехота две штуки здание гренадёры двойные мюрат один из сильнейших генералов простая пушечка еще двойная линейная пехота наполеон то а нельзя потерять как обычно вертили на кто мы кого-нибудь назначим еще однако вертили где стоит даву легкая пехота начнем с назначений назначать мы сейчас будем пока немного назначим пожалуй только сурова и оба еще на пушечку наполеона быть слишком щитовский я продал ермолова получил мюрата но он в артиллерии вообще никак поэтому назначаем трехзвездочного генерала в плане артиллерии то и видно на то все собственно что теперь будем делать улучшим нея солдатиками попробуем помешать конечно врагу теперь подходим мюратом нет мюратом будет довольно опасно вот видите пушечка тут поэтому лучше просто пройдем к дсдм пока и ликвидируем его обитателей наполеоном этот самый дрезден захватим линейной пехотой подойдем вот здесь выйдем пожалуй перевелим на брунсвик потому что было бы конечно неплохо захватить остальных всех мы подтягиваем просто подтянули мы к брунсвику людей ну это пожалуй все на 100 и можете не обращать внимание до поры какую-то проблему что будет оставили в покое нашего машины я практически надеюсь скоро им можно будет двигаться так сказать больше улучшать его нельзя если мы внезапно получим его обратно то можно будет восстановить им здоровье ему здоровье так в этой ситуации мы пожалуй что и сделаем войдем появляем и начнем обставил гены в первую очередь вторую очередь все таки пройдем бронз веку со всей серьезностью потому что тут есть завод который может пригодиться нам еще тут все примерно ясно подойдем до ву жахнем и нету больше вот так вот в кольцо взяли и атакуемся но как вы видите дрездом освободили лучшую за ней но подтянем пехоты когда конницу еще можно передвинуть какой-то урон надо бы нанести кушке так вот видите генерал еще один необязательный правда выступил против нас так вот наполеона но не шутка на пока но надо будет его на восстановление отправить самое верное решение потому что мы можем потерять теоретически эти маршерные может двигаться спокойно поэтому им надо бы сейчас вступить но пока мы этого не сделали нападем мюратом критический удар он выдал нам кем захватим давайте захватим лучше все то и велием или теперь это будет артиллерию генералом дал генералку у ведь он не промах взял отбил надеюсь больше такого с ним не случится неприятно это когда ты атакуешь фигушки пойдем в атаку мегатом на артиллерию поначалу и после ее уничтожения пойдем мюратом на вильгельма наполеоном мы отступим тут вот так пойдем и тут вот так пойдем маршерным отступим и тут вот так пойдем пехоту мы подтянем пригодится и теперь это улучшить баунцвик на всякий случай кстати тут есть бочки повышающие мораль и простая птичка меняем ход видите нам помогает голландия немножко нападает вильгельм на брунцвик это в какой степени нам выгодно помогает нам снова голландия и идут все таки австрицы немного к нам в атаку но силы как видите у них не сильны вильгельма мы вводим в замешательство в эмиратом будем замешательство вильгельма привилем пожалуй не стоит подходить пока слишком близко потому что блюхи поэтому привилем просто отойдем подойдем к ене стрельным таком противника не обращайте внимание что-то в стрельце это конечно сильное но ничего на первый взгляд сильное но на самом деле они ничего не сделают кроме ничего особо болезненного вот мы можем итак теперь таком вильгельм опять надо с ним расправиться поскорее так вильгельм третий готов дойдем к артиллерии которая нам заслуживает не забывайте что тут есть еще один генераук который необязательный уничтожили нашу голландскую подмогу небольшую выступает необязательный генерал в бой и тут вот как видите в атаку наполеона атакуют тут эти щиток 5 гаунд пройдем тогда наполеоном ничего в этом плохого не вижу и добиваем пушечку тут слишком уж далеко не отходим но и слишком близко подходить пока не стоит только пушечным мясом так сказать можно открывать здание и теперь в принципе можем мира там захватить тут попробовать на этих не обращайте внимание нас они не убьют пока главное что трогать нас теперь не будут особо переключится только на мясо моё пушечное все пока пропустим ход пошли в атаку на йену жалко что в голе пушечного мяса я выбрал именно пушечку но тут особых выходов я не видел в атаку пошли на наполеона но погибли в австрияки теперь у австрии остались только два юнита можем даже к ним приблизиться маршал ней в принципе уже достаточно здоров можем его в иену направить тут не получится моральку понизить чему интересно хоть не знаю почему вроде бы нету способности ну ладно в любом случае нам придется место освободить чтобы напасть без понижения морали мы рядом пойдем в атаку униции агиро мы пойдем на артиллеристов а этой артиллерии пойдем в бой сразу привилем даву с уолом а нейм пока ничего делать не будем и иену при этом еще улучшим чтобы больше здоровья давал меняем ход так вот машу анея почему-то напали на пушку что-то блюхер никак не хочет к нам подходить пока странно это все наполеоном уничтожили тут бран лучше не трогать и охраняется он лава там у него может добить артиллерию амират может добить камешни тут можем просто подойти протоковать сейчас даву и тревелем надо будет бить генерала готов генерал нужно вернуться обратно тут построим вроде маленькой защиты можем подойти построим тут артиллерию еще одну это нам очень пригодится можно не даже генерала назначить но я поставлю нельсона поскольку в нем 3 звезды не 5 вот пожалуй и все пока не уход телерия у нас хорошая есть так что мы сможем теперь победить без особых напряженок так на листом двинемся вольденбург захватим захватим его у героя без проблем вынес тут ждем ждем будем ждать пока я он дал конницу во всем под угар придется сюда идти подставим подставим еще одну охрану только поживее наполеона нельзя улучшить деньги мы потратили поэтому пока 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 все в следующем раунде мы начнем удар 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 на берлин на тренд удар на берлин и вот так вот раз и по артиллерии и тут продолжим и Мюратом теперь, и Огеро теперь, прилично мы здоровье отняли у них, ну а остальных придется мобилизовать на защиту Йены, может быть даже Суворова, он при падении морали все равно ничего не потеряет, теперь будет проще простого взять Берлин, можно подтянуть немножко Наполеона, имею пока лучше посидеть, в таком пушку она в ответ ничего не сделает, в части поэтому я ее считаю бестолковый, и поставим на всякий случай кого-нибудь еще охранить, смена хода, окружили немножко Маус Суворова, он вырвался из окружения Маурик, и 10 раунд, тут можно даже уже без артиллерии разбираться, по сути, готова артиллерия, и заходим Муратом, тут мы можем атаковать с двух сторон, с первой стороны пожалуй атакуем Фердинанда, со второй стороны пойдем на Блюхера, в этой ситуации пойдем на все таки на пушечку, а не на нашу цель, у героя направим на восстановление и улучшим нельсона мы пойдем в бой по пушке, поможем наполеонам, помогаем, 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 и пожалуй пока все, остались только две цели Фердинанд и Блюхер, сейчас надо чтоб Мурат выдержал, и желательно чтоб выдержал наш Суворов, одиннадцатый раунд, появится она по стене им, мы пойдем артиллерии Тривилля, Дову пойдет в атаку на Фердинанда, нет Мурат потеряет, потом придется пока атаковать чистыми, ну-ка, товарищ Суворов еще жизни не осталось, поэтому улучшим на Ену поставим двойную охрану с ХП-90, теперь атака по Блюхеру, да и, можно и Наполеоном, этими чуваками пока лучше не будем ходить, тоже такие логи, извиняюсь дорогие друзья, я был вынужден отойти ненадолго, поэтому случайно ход пропустил, двенадцатый раунд, продолжают наши войска двигаться к победе, полужилой Наполеон у нас, надо попробовать его спасти, иначе нам не поздоровится сейчас, пойдем сначала Нельсоном, теперь Тревелем, все, убили Блюхера, остался только Фердинанд, и подтянем войска, чтобы нашу Эмилата не особо сильно атаковали, теперь меняем ход, это будет финальный раунд, скорее всего, в котором мы одержим окончательную победу, вот у нас, тринадцатый раунд, пушкой стреляем по Фердинанду, теперь Эмилатом, и Фердинанд готов, и мы одерживаем победу. Я заработал 25 медалек, поскольку проходил на 4 звезды прошлый раз, и получил обратно свои непройденные медали, также заработал еще 16. на этом все, с вами был Дмитрий, до встречи в следующей битве, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, все до балла. Продолжение следует...